Девушки отдыхают 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 конечно этому, поэтому я головой понимала, что это все, что пора уже уходить со спорта, пора уже заниматься, наверное, семьей, которой я уделяла в это время очень мало времени. Поэтому переход получился совершенно безболезненным для меня, как бы все сложилось так, как и сложилось. Многие тренеры в различных видах спорта, они в интервью рассказывают, что им тяжело в себе до конца убить спортсмена. На тренировках они себя немного неправильно ведут, пытаются лишний раз показать, а не объяснить. Как вы с этим справляетесь? Как игровые какие-то свои воспоминания внутри мешают ли они тренерской работе? Я думаю, что у меня было время это осознать, потому что прошло два года с того момента, как я закончила уже именно как игрок. Но и потом я не считаю, что плохо, когда я могу показать что-то игрокам, потому что иногда словами, может быть, где-то не доходит, где-то есть какое-то недопонимание, а когда ты можешь взять мяч и показать, я считаю, что это хорошо. Уже некоторое время вы работаете с командой. За какой аспект игры, тренировки вы отвечаете? Какие действия отрабатываете на занятиях с командой? Ну, я, наверное, больше как помощник, потому что я влилась уже к концу сезона. И что-то сейчас менять или вносить какие-то, ну, может, не совсем хорошо сыграть, не в то, как хотелось бы. Поэтому больше по защите, больше по броскам, какие-то игровые моменты, что вижу, стараюсь девчонкам подсказать, донести, как это со стороны лучше видно. Александр Николаевич подсказывает, как более опытный наставник во время тренировки, во время игр, на что обратить внимание, как готовиться к матчам, как у вас с ним работа ведется? Нет, совершенно нормально, мы друг друга слышим. Если что-то я вижу, я вам подсказываю, да, там, потому что немножко, ну, как бы новый взгляд, свежее видение. Поэтому, может быть, если что-то он прислушивается, наверное, хорошо. Не зря я это подсказываю. У вас очень много личных наград и команды. Вы чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр. Понятное дело, что когда вы были в команде, все-таки опыт, звание, и вы могли что-то подсказать, подкричать, наверное, на своих партнерш по команде. Сейчас, когда вы тренер, как вы ведете диалог с девчонками? Вы можете прокричать на них или все-таки спокойно ведете диалог? Как выстраиваете отношения? Да нет, я, конечно, кричать, я не Евгений Васильевич, чтобы кричать. Да, это очень доросло. Подсказываю больше. Если вижу, конечно, что, да, надо и прикрикнуть, то могу это сделать. А сколько тут важно вот именно тренеру сочетать в себе этот кнут и пряник? Как лучше его устраивать работу? Это индивидуально или есть какой-то универсальный рецепт? Ну, мне сейчас сложно говорить, потому что я работаю всего два месяца, но каждому игроку надо найти свой подход, потому что все люди разные, да, хоть у нас командный вид спорта, но психология у всех разная, поэтому кому-то достаточно крикнуть, да, кому-то, наоборот, надо подойти ласким словом, поэтому каждому ищем свой подход. 17-го числа мы анонсируем то, что уже начинается этот финал мечты, такая гонбольная классика «Лада Ростов», они опять сойдутся в борьбе за золотые медали. В каком сейчас состоянии команда? Как вы готовитесь? На что делаете акценты? Как вообще в предвкушении этого финала? Ну, естественно, команда на ходу, команда готовится, команда очень хочет победить, тем более первая игра здесь, и очень много будет зависеть от этой игры. Если у нас получится навязать свою игру с первой минуты, я думаю, матч должен сложиться очень интересно, потому что, как мы видели в Ростове, да, была такая у нас репетиция финала на Кубке России, в принципе, игра была равная, и какие-то наши ошибки свои же помешали нам сделать результат, да, свою пользу. Поэтому постараемся, естественно, это исключить. Девчонки знают, не раз уже играли, встречались, поэтому очень хорошо друг друга знают, как они нас, так и мы. Поэтому кому удастся какие-то в игре принести сюрпризы для соперника, наверное, это сыграет ключевую роль, и опять же, меньше ошибаться. Какая мечта у тренера Екатерины Маренниковой? Стать тренером сборной, главным тренером гонбольной «Лады». Какие цели и задачи ставите для себя в тренерском пути? Да, это, наверное, так же, как и у игрока. Хочется занимать призовые места, да, и повторить то, что я смогла повторить на площадке, в будущем, возможно, повторить это в роли тренера. Спасибо большое, удачи вам на новом тренерском поприще. Спасибо большое, спасибо. Перед началом финальной серии у нашей команды было достаточно времени, чтобы подготовиться к матчам. В отличие от наших соперниц Ростов-Дон, который играл в финале четырех Лиги чемпионов и уступил в финальном матче. В подтверждении спокойной подготовки наша команда организовала открытую тренировку для болельщиков и прессы. И мы не могли не воспользоваться такой возможностью. Репортаж с тренировки прямо сейчас. Открытая тренировка в большом спорте – дело обыденное. Команда дает понять, что все идет по плану. А для болельщиков и журналистов отличная возможность заглянуть за кулисы спортивного мира. На самом занятии ничего необычного не было. Лада пришла на площадку, прослушала установку тренера и начала занятия. Команда разделилась на несколько групп. Вратари работали отдельно, полевые игроки отрабатывали броски. Все девушки были максимально сосредоточены. Каждая из них понимала – впереди самые важные матчи сезона. Хорошая форма, готовимся. Уже много времени прошло после последней игры с Кубанью. Просматриваем, готовимся на тренировках, естественно. К финалу всегда надо готовиться хорошо, тщательно. Хорошая форма у команды, я считаю. Это открытое занятие дало самое главное знание. Наши девушки спокойны, в хорошей форме и готовы биться за золото. Эмоции, конечно, самые положительные. Это все-таки финал. Это все, с чему шли целый год. Старались подойти к этому финалу. Ну и надеемся достойно сыграть этот финал. Друзья, когда мы шли на открытую тренировку, мы не подозревали, что рядом с нами разорвалась настоящая информационная бомба. Мы стоим, спокойно работаем. Ко мне подходят и говорят – Вань, ты слышал новость? Я говорю – какую? Ирина Близнова возвращается в гонбол. У меня у оператора глаза по 5 рублей. Мы не понимаем, что происходит. Срочно находим Ирину и записываем с ней эксклюзивное интервью. Наша беседа с олимпийской чемпионкой Ириной Близновой. Вашему вниманию. На самом деле все так спонтанно получилось. Как-то вот просто решила перед летним сезоном себя немножко в форму привести. И пришла к директору, к нашему. Говорю – возможно, я с командой просто побегу, потренируюсь, себя в порядок немножко к лету приведу. Но, как оказалось, затянуло. И вот так вот родилось это решение. Ну и благодаря, конечно, мужу, который уже не первый раз меня подталкивает на такой шаг. Человек, он устает просто периодически от всего, от наобразия. Ну, наверное, в 2016 году, просто после Олимпиады, мне когда спрашивали, хочешь ли дальше продолжать карьеру, я говорю – нет, боже, не хочу. Вот, если бы они подошли спустя два года, возможно, я бы тогда сказала, говорю – ну да, есть такой шанс. Поэтому не могу ничего сказать. Знаете, вот сейчас у меня пока такая вот, не знаю, заряженность, что ли, на игру, на тренироваться, да. Хочется побеждать, хочется выходить на площадку. Поэтому не могу сказать, что будет через время. Но пока мне все в кайф. Дай бог, чтобы все было хорошо. Я вот приступила к тренировке. Мы в полном объеме. Стараюсь с командой тренироваться. Ну, и как бы рассчитываю, что все-таки восстановлюсь к сентябрю месяцу и выйду на площадку. Финальная серия российской суперлиги «Лада-Ростов-Дон». Две лучшие команды страны сошлись в битве за золото. Ради таких матчей и стоит жить. Матч года, битва титанов, гандбольная классика. Все эти эпитеты подходят к первой финальной игре гандбольного сезона. «Лада» и «Ростов-Дон» сошлись в битве за золото. Стартовая игра серии проходила в Тольятти. Кочные встречи команды подошли в разном состоянии. «Лада» спокойно готовилась к финалу, тренировалась в обычном режиме. «Ростов», наоборот, играл в финале четырех Лиги чемпионов, где уступил в решающем поединке. Многие посчитали это преимуществом для «Лады». Но раненый зверь – опасный зверь. Матч ярким получился. Наверное, давно не было в финальных играх овертаймов. Вот, поэтому сегодня так сложилось все, конечно, что хорошо для нас. С первых минут на площадке завязалась упорная борьба. Обе команды показывали гандбол высочайшего уровня. «Лада» начала поединок уверенно. «Дарья Дмитриева» блестяще действовала в атаке. «Ростов-Дон» сдаваться не собирался. Звездная команда не давала оторваться хозяйкам в счете. «Никогда нельзя быть спокойным, потому что я уверена, что «Лада» приедет и не будет сдаваться. Это команда, которая, еще раз повторюсь, сбьется до конца, до последнего. Поэтому ни в коем случае никакой расхлябанности. И да, мы играем дома, понятно, дело дома трибуны помогают. Но ни в коем случае нужно устранить ошибки, которые мы сделали здесь. В чем-то прибавить. И дай бог, что все получится у нас». В составе гостей выделялись, как обычно, лидеры. Анна Вяхерева несколько раз огорчила нашего вратаря. И первый тайм завершился со счетом 14-15. Вторая половина игры подарила болельщикам настоящий спектакль. «Ростов-Дон» стал отрываться в счете. Сказывалась длина скамейки и опыт игроков. Но «Лада» гостей далеко не отпускала. «Дмитриева» успешно дирижировала нашими атаками. За минуту до конца счет был 27-26 в пользу «Ростов-Дона». И в последней атаке наши девушки сравнивают счет. Настало время овертайма, и, к сожалению, на него «Ладушкам» сил не хватило. Гости создали комфортное преимущество и довели матч до победы 31-34. «Команда очень хорошо была готова, старалась. Хочу сказать спасибо всей команде, всем девочкам, что они показали очень интересную игру. Жалко, что было несколько ошибок, которые приводили к тому, что мы все время догоняли, догоняли. Но, проявив характер на последних 10 минутах, прямо было видно, что у команды есть и силы, и желание сравнять счет и попытаться выиграть». Поединок в «Ростове» был ключевым в серии. Хозяйки в случае успеха брали чемпионский кубок. А у «Тольятинок» появился шанс победить и продлить серию. Но, к сожалению, игра пошла по сценарию предыдущих поединков. «Ростов-Дон», используя всех своих лидеров, захватывал игровое преимущество. И с этим трудно было что-то сделать. У «Тольятинок» больше опытных игроков. Сень, Вяхерова, Моногарова и другие. У «Лады» в трудный момент несколько мячей забросило «Тарасова». А Дарья Дмитриева выдала очередной блестящий матч. Но этого не хватило для успеха. 29-26. «Ростов» вновь чемпион. Друзья, не успел закончиться этот гонбольный сезон, как пришла информация о том, как будет жить в дальнейшем наша гонбольная команда. И, к сожалению, новости не самые приятные. Наш коллектив покидают сразу несколько лидеров. Это Дарья Дмитриева, Полина Ведехина, Полина Горшкова, Елена Уткина. Эти гонболистки будут выступать за новую команду «Московский ЦСКА». Также из «Лады» в команду «Астраханочка» переходит Мария Гафонова и Кристина Тарасова. На этом все, друзья. Наш очередной супер-гонбольный марафон подошел к концу. На протяжении всего этого сезона мы старались, чтобы вы, зрители, были в курсе всех гонбольных событий. Впереди у нашей команды много новых вызовов, новых побед. И мы будем творить новую гонбольную историю нашей «Лады». Но самое главное, чтобы рядом были вы, преданные, шумные, активные болельщики нашей команды. Я Иван Шумилин. Это программа «Планета гонбола». Встретимся в новом гонбольном сезоне. «Планета гонбола»